ДОСТИГАЙ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР Баруха Шэм, благословенно имя Господне! Мир вам! Мы приветствуем всех наших телезрителей и благодарим всех, кто поддерживает наше служение. Дорогая, мы заглядываем в Слово Божие, чтобы разгадывать тайны. И одна из таких тайн — священное имя Бога, состоящее из четырех еврейских букв. Юдхэй, Вавхэй, Яхве. Концепция этого имени состоит в том, что Бог есть, был и грядет. Бог, существующий от слова «быть». Бог был всегда. И когда мы понимаем, что Он всегда здесь, Он всегда жив, это оживляет и нас с вами. Да, Он тот, от кого все началось. Он сказал, «Остановитесь и познайте, что Я Бог». Я Бог, Я сущий, Я здесь и сейчас. «Остановитесь и познайте Меня». В нашем обществе, где мы все время куда-то бежим, все время чем-то заняты, Он говорит, «Остановитесь и познайте, что Я Бог». Он сущий Бог, и Он присутствует с нами всегда. Многие люди думают, что главное — наши дела. Если они ничего не делают, они обеспокоены. Однако глагол «быть» важнее, чем глагол «делать». Я молюсь о том, чтобы этот выпуск помог вам в вашем хождении с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Если вы только что переключили и не понимаете, что происходит, я пел песню на иврите «Царь Давид, царь Израиля». Я решил начать с этой песни, потому что мы рассматриваем один из самых прекрасных псалмов Давида, именно 102-й. Это второй сезон серии проповедей об этом псалме. Я рекомендую вам найти первый сезон этой серии, прослушать все проповеди, потому что это учение изменит вашу жизнь. Этот псалом помогает нам исправить нашу душу. Что именно я имею в виду? Нам нужно напоминать, куда нас призывает Бог, и мы должны сравнивать свое хождение с Богом, действительно ли мы там, где Он хочет нас видеть. И этот псалом призывает нас вызывать к Богу с благодарным сердцем. И вот как начинается 102-й псалом. Псалом Давида. «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». И затем Давид говорит, что причина, по которой он будет ходить в хвале и поклонении Хашему, Богу Отцу, в том, что он будет помнить все его благодеяния. «Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». И потом он перечисляет эти благодеяния. Обо многих из этих благодеяний я говорил в первом сезоне. Как Он нас прощает, как Он проявляет к нам сострадание, как Он обновляет нашу юность, и мы поднимаемся на крыльях, как орлы. Мы благодарны Ему за все благо, которое Он творит в нашей жизни. И сегодня мы продолжаем наше путешествие, чтобы сформировать в себе благодарное Богу сердце. И начнем мы с 8 стиха. Давид использует имя Бога, состоящее из четырех еврейских букв «Ютхэй» и «Вавхэй». Эти четыре буквы выражают Божье имя завета. Зачастую эти буквы произносят с благоговением и слышатся особое придыхание. Это имя произносил первосвященник, входящий раз в год в «Святое святых». Он приносил кровные приношения за грехи Израиля в праздник Йом-Кипур, когда стоял Аскиния и также когда стоял храм. Но само имя Яхве, «Ютхэй» и «Вавхэй» несет в себе идею о том, что Он есть Тот, Кто есть и был и вновь грядет. Итак, Давид говорит, что Господь есть Яхве. Он есть Тот, Кто есть и был и вновь грядет. Он благословляет Господа, чье имя означает «быть». Божье имя происходит от глагола «быть». То есть Бог — это реальность. Он существующий. Он Тот, Кто есть. Он воплощает в себе глагол «быть». Он существовал до того, как начало существовать пространство. Многие верят, что все началось с большого взрыва. Но я хочу задать вопрос верующим в эту теорию. А где случился этот большой взрыв? Если вы верите в большой взрыв как происхождение творения, космоса и человечества, я лично ничего не имею против того, что когда Бог сказал, «Да будет свет», случился именно большой взрыв. Но вопрос остается открытым, где именно произошел этот большой взрыв. Потому что для того, чтобы произошел большой взрыв, нужно, чтобы он произошел в каком-то конкретном месте. А если мы говорим о месте, то возникает вопрос, откуда возникло это место? То есть для этого нужно было время и пространство. Но Ют Хей Вав Хей пребывает вне времени и вне пространства. Он вне какого-то места, потому что он существовал прежде, чем начало существовать какое-либо место, прежде времени и пространства. Он — основа всего бытия. Он — реальность. Давид здесь обращается к вечному Богу. Если мы, обращаясь к Богу в молитве, не понимаем, что Он вечный, то наша духовная жизнь ограничена. Мы в полноте не понимаем, к кому обращаемся. Я хочу донести до вас важную концепцию, дорогие друзья, донести, что имя Бога Яхве, Ют Хей, Вав Хей, это не просто личное имя Бога. Имя Бога — это глагол. И он несет в себе концепцию того, что Бог был и есть и грядет. Его имя означает постоянное присутствующее действие. Бог существующий. Он есть. Все это выражает глагол «быть». Бог — основа нашего бытия. Бог — реальность. То есть Бог не в каком-то месте. Он Сам — место. Он сотворил пространство. Он сотворил небеса. Он превыше всего. И когда мы начинаем это понимать, наше сердце открывается для более глубокого измерения в осознании того, кто же нас сотворил, и кто призывает нас к общению с Ним. Бог безмерно велик. Его пути не наши пути. И мысли Его выше наших мыслей. Он — Бог. Он — вечность. Итак, Давид молится этому великому Богу, чудесному и великолепному Богу, который восхотел нас возлюбить, и Он есть реальность. И вот он говорит о том, кто есть реальность, кто существовал прежде, чем что-либо начало быть, кто пребывает вне времени пространства, о том, благодаря кому рожден на свет и сам Давид, щедр и милостив Господь. А до этого он сказал, «Благослови Господа вся внутренность моя. Я не забуду твоих благодеяний». И потом Давид перечисляет благодеяния Господа и говорит, что Бог милостив, то есть он говорит, «Бог, поскольку ты так милостив ко мне, я благословлю тебя всей моей душой». Потому что ты так прекрасен и так благ Божий. Я хочу, чтобы мы сконцентрировались на слове «милосердный» или «сострадательный». Давид говорит, «Я благословлю тебя, потому что ты такой сострадательный Бог». Но зачастую, когда люди представляют Бога, то едва ли они представляют Его сострадательным Богом. Люди думают прежде всего о том, что у Бога есть сила. Они боятся Бога. Они могут думать о нравственных атрибутах и характеристиках Бога, но в целом большинство людей едва ли относятся к Богу как к сострадательной личности, как к тому, кто полон к нам милости и сострадания. Но я хочу вам кое-что показать. Я хочу исправить это недопонимание Бога. Для этого мы откроем книгу «Исход», и я хочу показать вам, что здесь говорится о Божьем сострадании и о том, почему мы должны благословлять Господа. Давайте откроем 34 главу «Исхода». Это совершенно особый отрывок из Слова Божьего. Я лично верю, что в 34 главе «Исхода» содержится самое глубокое откровение во всей книге Танах, во всей еврейской Библии о том, кто есть Бог, кто есть Хошем. Подходя к 34 главе, я хочу, чтобы вы понимали, что до этого Моисей взывает к Богу, который призывал его вывести из Египта его народ. И он просит Бога уверить его, что Бог с ним в этой миссии. Он просит Бога дать ему больше уверенности в том, что Бог рядом, что он с ним. Он говорит, «Если ты не со мной, то я никуда не пойду». Он имеет этот диалог с Богом и говорит, «Если я обрел благоволение в очах твоих, покажи мне, чтобы мне убедиться в этом». И Бог убеждает Моисея в 33 главе. И вот, наконец, Моисей решил пойти еще дальше. Он опять-таки просит придать ему еще большей уверенности. Он хочет знать наверняка, что когда он поведет народ Израиля из Египта по повелению Бога, Господь будет с ним. Итак, в 33 главе исхода в 18 стихе Моисей говорит Господу, «Покажи мне славу Твою». Он говорит, «Господь, я хочу знать Твою силу, покажи мне Свою славу». Я так хочу увидеть Твою благость. И вот что отвечает ему Господь, «Я проведу пред Тобой всю славу мою». Или в другом переводе, «Всю мою благость». Вот на что я хочу обратить ваше внимание. Моисей просит Бога явить Ему славу Божию, а в ответ Бог обещает Моисею показать Ему всю благость Господа. Он говорит, «Хорошо, Моисей, я проведу перед Тобой всю благость мою». Благость Бога и есть Его слава. Он благой Бог. Давид говорит, «Благословлю Господа всей внутренностью моей и не забуду всех благодеяний Его». Почему? Да потому что Он благой Бог. Поэтому мы с вами поем, «Благослови душа моя Господа и вся внутренность моя святое имя Его». И дальше поется, «Бог так благ». Бог воистину благ. Вы слышали такую песню не раз, не так ли? «Бог так благ». Бог отвечает Моисею, «Ты просил меня явить себе мою славу. Ты хотел получить откровение о моей славе. Я проведу перед Тобой всю благость мою». Помните, я говорил, что каждая часть Скинии — это прообраз нашего хождения с Богом сегодня. Нас всех очень сильно вдохновило учение о Скинии. Это слово пробудило нас изнутри. Этот забор является символом разделения человека с Богом по причине греха. Я слышала о Скинии всего раз, но никогда не слышала всего учения. Значимость Скинии принесла новый смысл нашему спасению. И тогда пришедший поклониться Богу возлагал руки на животного. Я узнала сегодня, что человек передавал Агнцу свои грехи, приходил и произносил над Агнцем свой грех. Принося Агнца в жертву, человек очищался. Этим Агнцем был Иисус Христос. Он пролил свою кровь за нас. Заметьте, что в Скинии был всего один вход. Этот вход — Иисус. Он — наша дверь к Богу. Давайте вместе скажем «Иисус». Мы прослушали слово о внешнем дворе и о внутреннем дворе. И сегодня дошли до святого святых. Мы получили очень много новой информации, которая вызвала у нас еще большее рвение и жажду по Богу. Прочитаем снова. «И сказал Господь, «Я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу имя Иегова пред тобой». Затем Господь велел Моисею стать в расселине скалы и воззвать к Богу Ютхей Вавхей. И когда в расселине скалы Моисей взывает к имени Господа, Господь приходит к Моисею. Вы помните, что Господь обещал ему, что он откроет ему его благость и явит свою славу? Прочитаем 6 стиха 34 главы. «И прошел Господь, прошел Яахве, тот, кто был всегда, пред лицом его и возгласил». Господь. Господь – Бог человека любивый и милосердный. Послушайте, Бог явил себя Моисею. Бог говорит о Моисее, что это был человек, с которым Он говорил лицом к лицу. На что я здесь хочу обратить ваше внимание. В этот момент, когда в расселине скалы Моисея возвал к имени Господа, Господь явился перед ним. Хашем. Господь. Ютхей Вавхей проговорил к Моисею и показал ему, кто он был в своей сущности. То есть, когда Господь провел перед Моисеем свою славу и свою благость и провозгласил перед ним имя Яхве, Моисей наполнился живым, динамичным откровением, сверхъестественным светом. Поэтому в тот момент Моисей в полноте познал, кто такой Бог, кто такой Хашем. Он не просто услышал, что Бог милостивый, но он пропитался самой сутью Бога. Это были не внешние знания, но он прочувствовал изнутри, что означает «Бог милостивый». И услышьте меня сейчас, когда Господь прошел перед лицом Моисея и провозгласил «Я Бог», «Я Хве», «Я милостивый». Он использовал еврейское слово «рохум», что значит «сострадательный». Только послушайте, самый первый свой атрибут, который указывает Вечный Господь в Откровении, которое Он дает Моисею, это то, что Он сострадательный Бог. Вот почему Давид так любит Бога и доверяет Ему. Вот почему он посвятил Ему всю свою жизнь. Он знал, что Бог в своей сущности Бог сострадательный. Бог сострадателен и милостив. Еврейское слово «рахум», которое переводится как «сострадательный» и которое Давид упоминает в 102-м псалме, несет в себе значение утробы матери. А при чем здесь утробы матери и сострадание? Представьте, насколько ребенок защищен в утробе матери и как он окружен любовью и добротой. Мать носит своего ребенка и он созидается внутри, в тайне, под ее защитой. Он в безопасности. Она заботится о нем. Она ограждает его от всех опасностей. Во-первых, потому что он находится внутри нее и таким образом он защищен от внешнего мира. и также мать любит ребенка, которого она носит во чреве. А вот как Бог относится к нам с вами. Я знаю, мы не всегда это чувствуем, мы живем в мире и сталкиваемся с проблемами. Мы говорим, я не понимаю, неужели и сейчас я под защитой, как во чреве матери, неужели в его сострадательных руках я в безопасности? Я переживаю трудности и мне далеко не всегда тепло, как в утробе матери. Я сражаюсь с проблемами и мне очень холодно. И когда мы смотрим на обстоятельства или на то, что происходит в мире, нам кажется, что мы вовсе не в безопасности и мы не ощущаем, что мы в руках Божьей любви, благости, защиты и сострадания. Но мы в правду в его руках. Господь позволяет своим детям сталкиваться с трудностями не потому, что ему нет до нас дела, не потому, что он не сострадает нам, но потому, что он хочет, чтобы мы возрастали в сыновстве, то есть становились более зрелыми в Боге и стали теми, кем он предназначил нам быть, как его сыновьям и дочерям. Это великая тайна Божия. Мы говорим о том, что Давид сказал. «Благословлю тебя всей внутренностью моей, потому что ты сострадательный». Сострадательность — это главный атрибут Бога, который он открывает Моисею в расселении скалы, когда проходит перед его лицом. Божие сострадание — это не один из его атрибутов, а сама сущность Бога. Но проблема в том, что мы не всегда ощущаем такую близость Бога к нам, мы не ощущаем, что Он активно участвует в нашей жизни и помогает нам. Мы испытываем массу трудностей, испытываем боль, и возникает вопрос, если Бог такой любящий и сострадательный, почему Он тогда не заберет у нас наши проблемы? Но тайна в том, что Хашем, наш Бог-Отец, использует наши проблемы и трудности как инструмент для того, чтобы мы становились зрелыми в Боге. Вы помните, Павел говорил во втором послании Коринфянам в 12-й главе о жале в его плоти. Он говорил о нем как о посланнике сатаны. Ему было больно. И он просил Бога забрать это жало из его плоти. Но Господь сказал, «Нет, Павел, моей благодати достаточно, потому что моя сила становится совершенней в твоей слабости». То есть, когда мы выбираем Хашема, когда мы выбираем Отца, преодолевая зло и сражаясь с испытаниями нашей жизни, когда мы, несмотря на трудности, остаемся Ему верными, мы возрастаем в зрелых сыновей и дочерей, какими Бог и призвал нас быть. Бог не желает, чтобы мы вечно оставались младенцами. Он желает, чтобы мы возрастали и становились зрелыми сыновьями и дочерями, которые могут любить Его, как зрелые люди, сотворенные по образу Бога, потому что наша любовь важна для Него. Любовь младенца к матери отличается от любви взрослого, потому что любовь младенца основана не на том, что он дает, но на привязанности к тому, от кого он получает. А зрелый выбирает любить не для того, чтобы получить, но чтобы давать. Бог желает, чтобы мы с вами становились зрелыми и выбрали любить Его. Иисус говорил, и грешники, любящих их, любят. На следующей неделе я продолжу говорить о сей глубокой тайне. сегодня мы говорили о том, что наш Бог сострадательный. Мы продолжим говорить об этом в следующем выпуске. Пожалуйста, не пропустите. Поразмышляйте о том, что вы услышали сегодня. Бог с вами. Шалом. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры 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 Вы получите ответ от Бога или если Бог коснулся Вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с Вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. В следующем выпуске Вы сможете узнать секрет того, как в партнерстве с Богом и в любви преодолевать препятствия в жизни. Возлюбленная, Бог дал мне дар прорыва, но для создания возможности прорыва нужны деньги. Вот почему я хочу предложить вам стать ежемесячным партнером передачи «Узнавай еврейского Иисуса». Есть множество людей, которые еще не знают о Господе, и мы не сможем достичь их без вашей помощи. Если Господь благословляет вас через это служение, если вы верите в то, что мир должен услышать те слова, которые я говорю, и что они могут помочь людям, то я хочу попросить вас стать партнером Господа через нашу передачу. Я уверен, что за все, что мы делаем для Царя Иисуса, нас ждет награда. Когда ракета взлетает с земли, ей нужно пробиться через гравитационное поле, чтобы достичь невесомости. Точно так же, возлюбленные, есть вещи, которые мы с вами должны сделать, чтобы обрести свободу Высшего. Иисус сказал, «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее». Чтобы потерять свою жизнь, жить в жертвенности, давать, мы должны пробиться через сопротивление жадности и эгоизма. Возлюбленные, я хочу, чтобы вы применяли этот принцип в своих финансах. Вам может казаться, что я просто прошу денег, но я делюсь с вами истиной. Я скажу так, все мы должны давать и чтить Господа своими финансами. Если это служение было благословением для вас, то сделайте жертвенный дар Господу через программу «Узнавая еврейского Иисуса». Спасибо. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте смс. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои смс-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. Три семерки. На земле многие из нас верны Господу финансов. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.